привет друзья с пятницы вас на улице дождь и зарядил надолго надеюсь тем не менее это не нарушит ваших планов на выходные сегодня хотела бы поговорить с вами про новые тренды вообще в покупке домов что сейчас люди ищут что они хотят по сравнению с тем что было раньше и и немножко отвечу быстренько сразу на вопрос который бы мне был мне задан после прошлой прошлого видео меня зовут нара я риэлтор работаю в северной виржинии и делюсь своим опытом знаниями с вами на моем youtube канале спасибо что вы со мной надеюсь что мои видео вам интересны и полезны в первую очередь отвечу на вопрос который был мне задан на ютюбе после моего прошлого видео меня попросили рассказать про места где дачи можно взять дачные хорошие места для дачи но я не могу ответить честно говоря на этот вопрос почему потому что здесь нет таких как бы мест где вот конкретно были бы типа наших дачных поселков здесь люди берут второй дом который мы называем дача здесь это называется second home просто люди берут там где им хочется проводить время на выходных например у меня клиенты взяли второй дом в оушен сити местной местности и теперь кстати из-за сложившейся ситуации они уезжают туда жить на постоянное будут сдавать жилье здесь фэрфакси в аренду кстати кому нужно снять в аренду townhouse фэрфакси обращайтесь скоро выйдет на рынок есть люди которые берут дома в округе лейк ана там тоже хорошо люди на выходные то есть сейчас два езды от нашей местности домики покупают с участками чтобы можно было что-то там посадить но как правило это не дачи этого это просто домики которые люди берут как второй дом вот поэтому здесь нет такого понятия как дачный поселок здесь очень много люди владеют timeshare то есть ну вы знаете что такое timeshare если нет расскажу потом звоните это уже как бы не недвижимость ну все это вот ответ на вопрос и сегодня была моя тема о том какие все-таки сейчас тренды как что люди хотят что люди ищут больше сейчас по сравнению с прошлыми годами и останутся ли эти тренды с нами в будущем то есть если вы хотите покупать дом стоит ли вам обращать внимание на это даже если вам не нужно то что ищет большинство людей стоит ли покупать так чтобы потом вы могли легче продать свой дом чтобы быть и как бы как говорится в тренде и тогда когда вам надо будет его продать и раньше если вы помните были популярные большие макменшинс до большие дома красивые эстейт с открытым местом где кухня открыта зал открыт все открыто ничего не перегорожено open space дома на одну семью до скажем так там в бейсменте как как правило просто для игр место на землю особо никто внимания не обращал все все как бы хотели просто дом землей никто не хотел заморачиваться поэтому более новые постройки после двухтысячного года вы увидите эти все постройки они в основном сидят на очень маленьких участках то есть вы увидите большие дома на очень маленьких участках а сейчас это изменилось в связи во первых ситуации сложившейся во вторых ну может быть уже как бы время пришло к этому я не скажу не знаю сейчас люди ищут дома которые сидят на больших участках почему потому что сейчас идет тренд на organic farming да на то что можно самим возращивать у себя в саду в огороде и поэтому хотят такие участки чтобы было где посадить огород чтобы было где иметь свою как бы какую-то продукцию быть более менее независимым от продовольственных магазинов да ну и просто хотят на землю потому что сейчас особо никуда не выйдешь чтобы как-то насладиться природой поэтому берут такие дома где можно просто выйти на пятио да на улицу и не посадить и насладиться природой сейчас больше идет тренд на то чтобы более более чем одна семья могла жить в этом доме то есть как правило это multi-generational home да то есть где вот есть то есть вы например живете с родителями или у вас взрослые дети к вам переехали потому что хотят сэкономить немножко денег чтобы купить свое жилье но неважно какая причина но сейчас все больше и больше людей объединяются в один дом и поэтому ищут дома так где можно было спокойно без проблем жить на на две семьи иногда даже бывает и три что это значит это значит то люди хотят быть на разных уровнях то есть одна семья может быть на одном уровне вторая семья может быть на втором уровне да как правило это либо сплит левел или сплит фойе и желательно чтобы при этом у каждой из семей была своя какая-то кухня или место где можно было бы более менее автономно жить но при этом как бы все таки это один дом одна большая семья сейчас тоже идет такая тенденция где люди ищут спальню на главном уровне чтобы не было необходимости ходить по лестницам вверх вниз потому что дальше чем дальше тем больше взрослые наши родители старики же хотят жить с нами поэтому они не хотят возиться со ступенями и с лестницами и очень многие покупатели сейчас хотят покупать дома именно со спальней и полной ванной на первом этаже чтобы их родителям не надо было не подниматься не спускаться вниз что еще ну и сейчас тоже больше хотят стен и дверей да то есть если раньше был популярен популярен open concept где вы просто заходите у вас на кухне идет такой большой айленд у вас зал дайнинг и кухня все открыто один первый этаж полностью весь открыт ничего нет перегороженного сейчас люди хотят больше стен больше автономных комнат а почему потому что мы все работаем из дома большинство из нас работает из дома и для для того чтобы работать из дома я например у меня например муж сейчас работает из дома и я работаю из дома да то есть мне нужно место где вот я сейчас записываю видео и никого при этом не беспокою мужу нужно место чтобы он мог по телефону разговаривать и никого при этом не беспокоить да у нас взрослый ребенок который занимается из дома тоже учится ему тоже нужно место где чтобы его никто не трогал и чтобы не было вот этих вот переговоров ему в ухо да поэтому вот такие вот сейчас идет 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 тенденция на дома где можно закрыть комнату и в комнате нах заниматься своими делами чтобы никого никто не не трогал поэтому вот этот вот open concept сейчас он очень-то довольно проблематичен в этом плане теперь вопрос будут ли эти тенденции с нами в будущем или когда все даст бог пройдет мы вернемся к нашим прежним тенденциям ну во первых я думаю что ни черта не пройдет что мы нам просто вынуждены мы будем жить с этим вирусом и дальше и как-то приспосабливаться и как-то это все больше и больше будет входить в норму это мои две копейки я я я не знаю насколько я права но мне кажется что так будет и тенденции эти наверное останутся с нами потому что мы как бы уже прошли эти mac mansions мы уже прошли эти open space концепт во-первых mac mansions нужно охлаждать оттеплять utility costs высокие на большие вот эти вот spaces да на большие дома поэтому народ немножко сейчас готов уже уменьшать площади идет тенденция к минимализму я очень больше и больше и больше слышу людей которые говорят я хочу минимальное количество вещей иметь в доме мне не нужны большие площади мне достаточно чтобы где-то опустить мои кости и успокоить отдохнуть и на следующий день продолжать мою как бы рабочую деятельность если откроется откроются границы и мы сможем как-то ездить в разные страны или даже путешествовать по этой стране люди сейчас идет тенденция на путешествие все больше и больше людей хотят ездить по миру по разным странам соответственно никто не хочет платить огромные деньги за большие mac mansions и при этом не иметь возможности путешествовать сейчас люди смотрят так чтобы можно было и дом иметь какой-то как базу и при этом спокойно путешествовать иметь деньги на это и не переживать о том что ты закрыл дом и ты уехал на какое-то время а у тебя там огромный дом и ты за него переживаешь вот и поэтому я все-таки думаю что наверное эти тенденции останутся с нами поэтому когда вы хотите покупать дом может быть вам имеет смысл тоже об этом подумать и подумать о том когда вы будете продавать дом на самом деле насколько будет популярен ваш дом будущим покупателям вот поэтому вот как то вот такое вот видео немножко с такими вот с такой информацией к размышлению я думаю что все если у вас есть мысль которую я может быть пропустила что-то еще люди хотят в своих новых домах вы видите может быть вы разговариваете с другими людьми вы вы слышите что есть какие-то интересные идеи дайте мне знать потому что мне всегда интересно на самом деле что же люди ищут в своем жилье что им хочется иметь жилье который хоть в которой хочется возвращаться каждый вечер домой и с удовольствием открывать двери и понимать что это мой дом я очень рад что я его купил и люди получают удовольствие просто от того что они живут своем доме да вот так что комментируйте или или просто позвоните мне мне интересно с вами поболтать ну на этом все до следующей пятницы я все-таки надеюсь что эти дожди правда не испортят вам планы на выходные пока